Второй поединок, полулегкий вес, 66 килограммов, соответственно, 65,8. Чтобы быть совсем точным, Набим Шурлаев против Гонзата Сыдбегова. Учитывая очень серьезный тренировочный лагерь, что у Шурлаева, что у Сыдбегова, здесь нужно ждать неплохого противостояния, по крайней мере, номинально. Да, мы затронули в прошлом бою тему лучших тренеров России в лице Владимира Оси. Наверное, точно так же можно сказать о упомянутых при выходе в интервью. Тренерах таких, как Сухраб и Шамиль, тренеров клуба Горца. У Магомеда Магомедова в клубе «Крепость» все нормально, у вас уверяют. Тоже хватает людей тренерских кадров. Да, это одни из лучших, если не лучшие, тренеры России. В специфике смешанных единоборств. Понимаете, Маршал, я как-то уже говорил, причем не раз и не два, о том, что бойцов, если еще худо-бедно знают, то тренеров не знает почти никто никогда. Ну, мы с вами помогаем в этом плане. Ну, естественно, потому что я считаю, что тренерская работа является недооцененной. Недооцененной, потому что выигрывает, понятно, боец классно, там, молодец, а если проигрывает, почему-то... Ну, он выигрывает публично, а тренер выигрывает, так сказать, менее явно. Ну, 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 есть перевод. Есть перевод, очень сложно он дался, если брать всю вот эту затяжную попытку. Это отняло, я уверен, достаточно много сил, ну, и времени уже точно. Однако перевод есть. Сверху находится Сейдбеков-Гамзат. Я думаю, что здесь никуда торопиться не будет особенно. Здесь достаточно будет поконтролировать и немножко побить. Это первый раунд. Торопиться, в общем, особенно некуда. Особенно соперникам, которые дают такой серьезный отпор. Стойка поднялись. И в стойку. И в стойку, хотя уже показывал Шурлайф, что будет делать, ну, или будет пытаться делать. Да, я здесь не очень понимаю рефери, но, в общем, я могу понимать, не понимать. Это его право и... Треугольник закончил все-таки. Опять хорошо. На, вот проход уже получилось попроще. Уже в другую сторону такой хороший получился челнок, наверное. Потому что от удара ушел и сразу увидел, что соперник зевнул, остался открытым впереди. Нога. Вот она, забирай, и как-то у него так легко прошелся. Да, и прошел гарф. Отлично, отлично. Что еще интереснее, это уже очень хорошая позиция. Здесь, может быть, следующий уже переход маунт. Контролирует дальнюю руку. Вот, сейчас вполне возможен переход на рычаг локтя. Угрожает уже болевым. Да, как на обратный рычаг, так и на обычный рычаг локтя. Отсюда уже одно удовольствие делать. Вот, рука, правда, ушла. Но посмотрим. О, зато здесь подбивала подбоем. Возможно, заточен на добивание. Вратите внимание сейчас. В этой позиции это будет. Да, 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 да. И очень тяжелый удар и попадает. Забил. Да. Ну что ж, наше поздравление. Ашурлаев Наби, город Москва, 21 год спортсмену, стал победителем Кубка России. Да, выиграл Кубок России. Причем, обратите внимание, насколько удивительно. Ой, насколько убедительно. Не столько удивительно, сколько удивительно. Очень в нужный момент включился и жестко. Все рассчитал точно. И да, это победка, конечно, безусловно. Как раз одна из главных вещей в добивании, умение понять, когда тебе действительно надо вырабатываться. Добивание тоже отнимает силы. Да, в этом плане огромный мастер, конечно, у нас это Дмитрий Сосновский, чьи добивание известно, наверное, всему нашему отечеству. Ну и только что показывали еще одного выдающегося мастера Грандом Паунда. Там несколько кадров назад, да, Федор Владимирович, Чумилейн. Ну, да, стоит их, в общем, упоминать в одном ряду, по крайней мере, по той причине, что они оба тяжеловесы, выступающие за наше отечественное восточайшем уровне. Кстати, привет Дмитрию Сосновскому, который обещал смотреть эту трансляцию. Дима, остановлюсь. Ну, привет, поздравляю Набиа Шурлаева, поскольку, знаете, победа в финале Кубка России в весе, в первом раунде, это показатель твоего уровня. Это уже показатель твоего уровня. И это уровень высокий. Наши поздравляли, ребята, спасибо вам за этот поединок. Спасибо. В рим приглашается вице-президент Союза ММА России, председатель всероссийских коллегий и судей, Радмир Габдулин. Прошу вас. Пойди на середину. 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 Пойди на середину.